Здравствуйте! Сегодня корреспонденты Брянской губернии расскажут о главных новостях прошедших 7 дней. И начнем мы с радостной новости. В воскресенье 26 мая у губернатора Брянской области Александра Богомаза родился третий внук. Малыш появился в семье его сына Романа. Мальчика назвали в честь деда Александр. Брянская губерния от всей души желает новорожденному крепкого здоровья. К другим новостям передаю слово моей коллеге Екатерине Кармановой. Поддержка малого и среднего предпринимательства. Эту тему обсудили на оперативном совещании в правительстве Брянской области. Подробности расскажу я, Екатерина Карманова. Малое и среднее предпринимательство. Его доля в экономике региона приближается к 40%. По информации областного департамента экономического развития, увеличилась и выручка этих предприятий. За последние четыре года более чем на треть. По итогам 2018 года субъектами малого бизнеса, без учета средних предприятий, в экономику нашей области вложено более 17 миллиардов рублей инвестиций. Объем налоговых платежей в консолидированный бюджет Брянской области по специальным налоговым режимам с 2014 года увеличился на 44% и в 2018 году составил 2,8 миллиарда рублей. Такая динамика – результат планомерной работы по реализации программы государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Насколько это направление важно для нынешнего руководства Брянщины, можно понять, сравнив цифры. В 2014-м в областной казне на цели госпрограммы заложили около 37,5 миллионов рублей. В этом году сумма куда более ощутимая – свыше 276 миллионов, в семь раз больше. Брянская область следует курсам президента нашей страны, и мы активно включились в реализацию национальных проектов. Одним из 12 направлений стратегического развития нашей страны является малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Обсудили участники оперативного совещания и процесс трансформации системы поддержки малого и среднего предпринимательства, который Министерство экономического развития РФ запустило в 2016 году. Гранты и схемы возмещения расходов по лизингу и кредитам в какой-то момент стали благодатной почвой для коррупции. И государство ушло от прямых мер финансовой поддержки на безвозвратной основе и создает инфраструктуру патронажа бизнесменов на всех стадиях развития их дела. От идеи в голове до поставки продукции на заграничные рынки. Скажите, бизнес, когда к вам обращаются, вы сопровождение делаете? Есть у вас сотрудники, которые закрепляются за теми или за другими компаниями, которые отслеживают ситуацию? Да, Владимир Иванович, в регионе функционирует специализированное агентство, государственное бюджетное учреждение, агентство по сопровождению инвестиционных проектов. А еще в Брянской области создали три центра. Поддержки предпринимательства, экспорта ориентированных компаний и инноваций социальной сферы. Надо отметить, конечно, положительную работу Департаментом экономики по поддержанию малого и среднего бизнеса. Изменения есть в лучшую сторону. Поэтому продолжаем в таком же темпе. Сегодня в рамках нацпроектов в Брянской области утвердили пять региональных проектов в сфере развития малого и среднего предпринимательства. Цели амбициозные. Например, по одному из показателей к 2024 году более 230 предприятий региона планируют вывести на экспорт. Екатерина Карманова, Максим Кузнецов, Сергей Дюков. События. Брянск. Кирилл и Мефодий. Создатели славянской азбуки и переводчики священного писания. Благодаря им сегодня все мы празднуем День славянской письменности, который уже более 20 лет является государственным праздником. В Свято-Троицком кафедральном соборе митрополит Брянский Исевский Александр совершает божественную литургию. Для церкви сегодняшний праздник – День памяти о святых братьях, благодаря которым богослужения стали совершаться на славянском языке. Памятник Кириллу и Мефодию появился в Брянске год назад. Именно здесь крестный ход завершился молебном. Вместе с духовенством и жителями города в праздничных служениях приняли участие первые лица области. Сделали мы этот памятник Кириллу и Мефодию. Это дань уважения нашим предкам, тем, кто действительно думал о будущем России, думал о славянском народе, думал о православии. Праздник продолжился масштабным концертом перед зданием филармонии. Пение сводного хора из нескольких сотен голосов разносилось далеко за пределы Славянской площади. К брянским артистам присоединились коллективы из Беларуси. Одним из дирижеров выступил Денис Черта, художественный руководитель Оркестра народных инструментов Могилевской областной филармонии. Наши замечательные братья белорусы, они поют, они вместе с нами отмечают этот замечательный праздник. Я еще раз хочу пожелать нам всем мира, добра, всего самого-самого наилучшего и еще раз призвать, что все мы разные, но в едином хоре наша сила. В строке, знакомые каждому со сцены, звучали любимые песни, давно ставшие достоянием славянского народа. Валерия Бурносова, Анатолий Чикрыгин. События Брянск. В Брянске завершил свою работу Международный славянский фестиваль «Театр Плюс». Он проходил на протяжении почти двух недель. За это время жители и гости Брянска смогли посетить почти 65 мероприятий. Торжественная церемония закрытия прошла на сцене Брянского драматического театра. По сложившейся традиции гостей фестиваля актеры встречали на театральной площади. На этот раз погода не подвела и променад театр прошел под открытым небом. Я не сражу перед экзаменом. Главное решиться. Ответственно долго думать, колебаться, много разговаривать, читать сиала. Но на настоящей любви никогда не женишься. 24-е славянские театральные встречи в этом году носили название «Театр Плюс». В этом «Плюсе» были все искусства, которые имеют отношение к театру. На площадках города прошли четыре выставки художественного и декоративно-прикладного творчества. Три дня работал книжный фестиваль «Красная площадь-2». Проходили круглые столы с известными творческими личностями России и зарубежья. В концертном зале «Дружба» состоялась насыщенная музыкальная программа. Но в центре событий был, конечно же, театр. Приходите к нам. Смотрите на нас. Нам нужны ваши глаза, ваши сердца и ваши души. Зрите их. Хлебом с солью в последний день фестиваля чествовали Государственный театр киноактера из Москвы. Академия театрального искусства Никита Михалкова представила на нашей сцене пластический спектакль «Воскресенье» по Льву Николаевичу Толстому. В течение 12 дней театральные работы отсматривало компетентное жюри во главе с Валерием Семеновским, драматургом, историком театра, заслуженным деятелем искусств Российской Федерации. Каждое выступление сопровождалось подробным обсуждением спектакля. Когда ты говоришь какое-то свое мнение, это всего лишь мнение о каких-то недостатках, как нам казалось. И понимаешь, что люди и в этом случае тебе благодарны коллеги, потому что они понимают, что это профессиональный разговор, в котором они очень нуждаются. И не каждый театр, не из каждого города имеет возможность вот такого общения. Вот здесь мы чувствовали эту отдачу и сами старались разговаривать по гамбургскому счету, то есть не врать. И вместе с тем говорить так, чтобы никто не мог заподозрить нас в каком-то высокомерии, а тем более в какой-то ангажированности. Вот уж чего не было так уж совсем. Итоги конкурса подводились по двум направлениям. Театр кукол и театр драмы. Кукольную программу на фестиваль привезли театры из Томска, Луганска, Пловдива и Гродно. Лучшая работа режиссера в театре кукол. Олег Жубжда. Рязанский областной театр кукол в этот вечер трижды поднимался на сцену. Он одержал победу в трех номинациях. Лучший художник, лучший режиссер и лучший спектакль театра кукол. За лучший актерский ансамбль был отмечен спектакль «Пикник» Томского областного театра куклы и актера «Скомарох». Замечательный фестиваль. Мы очень рады были здесь. Кажется, что публика какая-то очень теплая. Мы так чувствовали, как будто мы дома. Три статуэтки в руках Ивана Орлова. Это победа Новосибирского театра «Глобус» в трех номинациях. Лучший режиссер, хореограф и женская роль второго плана. Несколько статуэток отправятся также в Республику Беларусь. Минский национальный академический театр имени Янки Купалы спектаклем «Пинская шляхта» покорил жюри в трех номинациях. Лучшая музыка, специальный приз за режиссерскую работу и лучшая мужская роль. Она досталась народному артисту Республики Беларусь Виктору Манаеву. Спектакль «Дубровский» Орловского академического театра имени Ивана Тургенева взял приз за лучшую сценографию. За популяризацию русской классики были отмечены Донецкие и Луганские театры. Из Брянска не уехала лучшая мужская роль второго плана. Михаил Кривоносов, спектакль «Маскарад». Я хотел бы поблагодарить правительство Брянской области, других организаторов театрального форума за замечательную, безупречную организацию. Хотел бы поблагодарить всех участников за интереснейшие высокохудожественные работы. И, конечно, дорогих зрителей за неослабевающий, живой интерес к искусству и театру. Спасибо. Я хотел бы от имени губернатора Брянской области Александра Ивановича Богомазова поблагодарить всех участников, поблагодарить всех организаторов. Хотел бы поблагодарить всех зрителей, хотел бы поблагодарить всех жителей Брянска, которые создали неповторимую атмосферу. И по мнению всех участников, всех наших гостей, которые присутствовали в нашей замечательной Брянской области, наши жители, это самое главное богатство нашей области и нашего города. По поручению губернатора я уверяю вас всех, что 25-й театральный фестиваль, который состоится в 2020 году, пройдет с не меньшим размахом и с не меньшим количеством приглашенных гостей. Здравствуй, 25-й театральный фестиваль. Праздник искусства завершился вместе с соцветающими садами. Их в нашем городе увидели более тысячи гостей. Оксана Измерова, Максим Кузнецов. События. Брянск. Мы забыли, мы друзья, мы друзья, мы одна, а все в свете семья. Честь, мужество и патриотизм. В актовом зале БГУ прошла встреча диалоги с героями. Юно-армейцы Брянской области пообщались с героем Советского Союза Федором Пугачевым и героем России Александром Постоялко. Почетными гостями стали председатель Брянской областной думы Владимир Попков и герой Советского Союза Иван Кашин. Федор Пугачев – советский офицер, уроженец Брянщины. Во время войны в Афганистане участвовал в 122 операциях. За мужество и героизм присвоено звание Героя Советского Союза. Огромный жизненный опыт, о котором можно рассказывать часами. Но далеко не все события хочется вспоминать. Вот уже сколько лет я в 84-м году, в апреле месяце, оттуда прибыл, до сих пор все это снится. До сих пор я помню каждую фамилию солдата, сержанта, офицера погибшая, который под моим руководством, под моим командованием погиб. Я до сих пор их помню. Вопросы, которые задавали Герою Советского Союза юно-армейцы, касались как военного дела, так и личной жизни. В конечном итоге каждый получил ответ на свой вопрос. Я ощущаю очень такие теплые чувства, то, что такое бывает не каждый день, что к нам приходят такие знаменитые люди. У меня очень хорошо на душе, весело, я очень доволен. Я бы хотела таких встреч побольше. Я узнала много нового для себя и какое-то мнение о жизни у меня немного поменялось. Я сюда приезжаю на святую землю. Для меня Брянская земля – это очередной прилив сил, здоровья, энергии. Потому что здесь золотые люди, золотая молодежь, которые не ропщат, не кричат, не ноют, они укалывают, они работают. Проект «Диалоги с героями» запущен в прошлом году. Его цель – на живых примерах воспитывать и сегодняшние, и будущие поколения, возрождая духовность и сохраняя традиции. Очень важно, чтобы наше подрастающее поколение знало историю нашей Брянщины, знало историю нашей страны и готовило себя к будущей жизни. Потому что мир быстро развивается, и молодежь должна развиваться. А мы должны давать посылы этого развития. Диалоги с героями в Брянске проходят второй раз. И снова собирают вместе более 500 юных патриотов. Игорь Умаров, Игорь Винничук, События Брянск. В Брянской области активно ремонтируются дороги. Где-то это ямочный ремонт, где-то реконструкция, где-то ремонт дорожного полотна. Но везде бригады Брянск-Автодора успевают в срок. По новым дорогам проехала я, Екатерина Пормон. Мглинский район, село Высокое. На двух берегах реки Тезны. Новенькая дорога. Здесь восстановлены изношенные слои на трех километрах асфальтового покрытия. Задание дорожникам было дано в апреле. Сейчас оно выполнено полностью. Гарантия пять лет. Часто нам глин ездим на Брянск. Хорошая дорога. Суражский район. Автомобильная дорога Сураж-Бьюково. Здесь работники Брянск-Автодора выполняют ямочный ремонт на 38 километрах дорожного полотна. Производят без разломки покрытие. Производится очистка ямочности воздуходувом. Подгрунтовка. И укладка асфальтобетона горячего. Ямочный ремонт необходим, уверяют дорожники. Без него покрытие будет разрушаться еще сильнее. А это уже вопрос безопасности. По состоянию на 17 мая на сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения выполнено ямочный ремонт в объеме 67 тысяч метров квадратных. Из них 20 тысяч асфальтобетонных смесями и 47 тысяч струйных сонным методом. Работы дорожники закончат до 1 июня. Унечский район ремонту и содержанию дорог здесь уделяется серьезное внимание. Сегодня мы практически на стадии завершения ямочного ремонта в городе. Центральная улица города отремонтирована полностью. Более около 2,5 тысяч квадратных метров ямочного ремонта проведено. Это улица Ленина. Центральная улица Унечи самая длинная. Почти 3 километра и самая загруженная. Грузовые машины по ней идут в Сураж, Климово, в соседнюю Беларусь. В 2014-м дорогу ремонтировала другая организация. Работы были проведены некачественно. Поэтому в итоге по завершению работ, акты выполненных работ на основании лабораторных показаний подписаны не были. И естественно данные работы по всей длине этой улицы не были профинансированы. Горе компании предложили переделать. Отказалась. Теперь ошибки исправляет Брянск Автодор, с которым заключили контракт в апреле этого года. Уже выполнены работы по нанесению выравнивающего слоя. Частично уложен асфальт. Ремонтируется и тротуар. Работы закончатся к середине лета. Людмила Щегорцова в Унечи прожила всю жизнь. Говорит, раньше гости с трудом могли проехать к ее дому, хоть он и в центре. Сейчас вот зять мой отмечает с удовольствием, что ехать одно наслаждение. Центральная улица и по Оттябрьской там, во-первых, и красиво, и глаз радует, и хорошо ехать. Теперь вот и центральная магистраль, соединяющая там несколько городов, тоже очень ровненько, хорошо. Почебский район. Дорога Витовка-Первомайский-Поповка с большой загруженностью. Здесь ведутся работы по реконструированию шести километров дорожного полотна и его расширению на один метр. То есть с двух сторон мы вырезаем земляное полотно, досыпаем щебень, укладываем слой черного щебня 10 сантиметров. Ну и, конечно, шириной 7 метров будет уложено асфальтобетонное покрытие. За качеством ремонта дорог следит лаборатория Брянск-Автодора. Отдел технического надзора управления автодорог Брянской области ежедневно осуществляет контроль за технологией и качеством производства работ. В лаборатории учреждения постоянно производится отбор проб, используемых материалов с целью определения качества. Это взятие проб. Толщина асфальта должна быть 10 сантиметров. Сотрудники лаборатории проверяют каждые 100 метров покрытия, чтобы убедиться, сделано на совесть. Гарантия на отремонтированные дороги 5 лет. Но специалисты Брянск-Автодора уверяют, на практике асфальт служит гораздо дольше. Ремонт фасада, замена инженерных сетей, обустройство зрительного зала и внутренних помещений. Капитальный ремонт Дворца культуры БМЗ вышел на новый этап. Подробности расскажу я, Екатерина Карманова. Свыше 6 тысяч квадратных метров с 90-летней историей. Капитальный ремонт Дворец культуры БМЗ до этого видел всего раз более полувека назад. В 2018-м комплексное техническое обследование показало общий износ здания 53%. Затем разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы. Из областной казны на преображение ДК выделили более 120 миллионов рублей в рамках национального проекта «Культура». Мы все очень благодарны нашему правительству Брянской области и лично Александру Васильевичу за то, что было принято решение о выделении средств регионального бюджета на проведение реконструкции этого великолепного здания. В первую очередь заменили окна, входные двери и привели в порядок кровлю. Сейчас строительными лесами схвачен фасад Дворца культуры. А на внутреннем дворе архитектор проекта с подрядчиком продумывают цветовое решение. Задача максимально сохранить исторический вид здания и интерьеров. Мы вначале подняли историю, старые фотографии, произвели очистку. И нам стало ясно, что ДК БМЗ не всегда был зеленый. Что доказывают и фотографии, и очистку, как вы можете видеть, самый первый цвет ДК БМЗ был, грубо говоря, бежевый. Потом он стал темно-зеленый, светло-зеленый и тот цвет, который сейчас вы можете наблюдать. Оставить зеленый с корректировкой оттенка или двигаться в другом направлении. Сам архитектор склоняется к голубому с добавлением лазури. Внешний вид он будет бело-голубой. Он не будет чисто голубой. Голубой будет внутренний двор, который не виден. Внешний вид будет бело-голубой. Единственное, что еще можно и будет хорошо смотреть, это капители, колонн под цвет бронзы. В свою очередь Андрей Сидоров, директор методического центра народное творчество, который располагается в здании ДК БМЗ, предложил по поводу цвета посоветоваться с жителями бежицы. Идею поддержал заместитель губернатора Александр Коробко, отметив, что в таких ситуациях обязательно нужно спрашивать мнение людей. Мы с вами строим, ремонтируем дворец культуры колей. Но прошу прощения, при уважении ко всем объектам, дом культуры прекрасно, хорошо, дом культуры. Это дворец, поэтому это должно стать и будет, и было украшением бежевского района. Водоснабжение, отопление, канализация, электричество. Огромный пласт замены инженерных сетей. Со времен постройки дворца культуры существенно изменились требования к пожарной безопасности. Рабочие пробивают отверстия под новую вентиляцию. Все материалы согласовываются с представителями МЧС. Учитываются и пожелания творческих коллективов. Их здесь 18. Это вы еще не видели, да? Вот сертификат. Нет, ну естественно, потом все предоставили. Специалисты-танцоры посмотрели и сказали, что это приятно. Зрительный зал. Поручение заместителя губернатора. При подборе кресел учитывать три пункта. Безопасность, удобство и внешний вид. Заменят звуковое, осветительное и прочее оборудование для сцены. Начались работы и по созданию доступной среды для инвалидов. У нас предусмотрено возведение пандуса. Прямо вот здесь в углу, где керамзит лежит, вы можете обратить внимание, для маломобильных групп населения. И на первом этаже здания у нас запроектированы два санузла под маломобильные группы населения. Завершить ремонт театральной части Дворца культуры БМЗ планируют в декабре. Планы на будущий год привести в порядок уже клубную половину здания. Екатерина Карманова, Максим Кузнецов. События. Брянск. Третью часть тепловых сетей заменят в Брянской области к 2023 году. Об этом говорилось на публичном обсуждении, которое Приокское управление Ростехнадзора провело в Брянске. О том, как Ростехнадзор контролирует ход подготовки к отопительному сезону и как наказывает нарушителей, расскажу я, Екатерина Пормон. Для публичных обсуждений прошедшего отопительного сезона Приокское управление Ростехнадзора выбрало Брянск не случайно. Наша область в тройке лидеров по результатам зимы 2018-2019 годов. У нас по хорошей рост подготовки и получению паспортов готовности, он составил 79%. На данном совещании будет подведен итог завершившемуся отопительному сезону и поставлены задачи на отопительный сезон 2019-2020 годов. Ростехнадзор контролирует все опасные производственные объекты во всех отраслях промышленности. Главная задача – добиться отсутствия травматизма и несчастных случаев. Важное направление – подготовка к отопительному сезону. Нарушения здесь бывают. Чаще всего это не проведение противоаварийных тренировок и технического освидетельствования систем. За нарушением – наказание. Самая строгая санкция – это дисквалификация руководителя. Есть очень большие санкции, я имею в виду экономические. Нам вернули право после аварии трагической на шахте Распадской. Если мы видим, что есть угроза аварии или жизни людей, то у нас есть такая полномочия, как приостановка деятельности самостоятельно. Заместитель губернатора Брянской области Александр Жигунов подчеркнул, работа, которая проводится совместно с муниципальными предприятиями региона, ЖКХ и Ростехнадзором, дает свои плоды. У нас уменьшилось значительно количество отключений по горячему водоснабжению и отоплению. Где-то уменьшилось на порядка 17%. По энергетике, если посмотреть Брянск электро, снижение на 34%. Морайское центр, но они идут каждый по своему напряжению, порядка 9%. Это сказывается из той работы, которая была предварительно в плане подготовки к отопительному сезону. Но есть и головная боль. Две трети теплосетей области обветшали и требуют замены. Поэтому, начиная с этого года, планируется проложить более 300 километров новых сетей. Екатерина Пормон, Анатолий Чикрыгин, События Брянск. В правительстве области прошла пресс-конференция, посвященная единому государственному экзамену. Как будет проходить ЕГЭ и какие предметы стали самыми популярными у нынешних выпускников, расскажу я, Валерия Бурносова. 27 мая стартует основной период сдачи единого государственного экзамена. Досрочный, уже позади, в нем приняли участие 420 человек. Среди них выпускники прошлых лет, иностранные граждане, школьники на индивидуальном обучении. Экзамен прошел без сбоев, и у нас один обучающийся, который сдавал экзамен, получил 100 баллов. И от 81 до 99 баллов у нас 82 человека показали достаточно вот такие высокие результаты. В этом году ЕГЭ будет принимать 51 школа. Организованы 4 пункта сдачи на дому и 6 пунктов в УФСИН. За прозрачностью сдачи экзамена контроль усиливается с каждым годом. В этот раз наблюдателями выступят больше 800 человек. Принимаются экстраординарные меры, в частности. И вы знаете, что при входе идет, так сказать, проверка, чтобы не проносили телефоны. Другой момент, что сейчас в методических рекомендациях уже не только за пользование средствами связи, а за наличие средств связи мы аннулируем результаты. Изменения коснулись экзамена по математике. Раньше выпускник мог сдать базовый вариант и одновременно попробовать свои силы в профильном. Теперь придется выбрать что-то одно. Тем не менее, почти 3,5 тысячи детей выбрали усложненный экзамен. Самым популярным предметом остается общество знания. Увеличилось число сдающих биологию и химию. Наша область принимает такие меры, как предоставление жилья молодым врачам. Мы даем целевые направления. С первым медом активно сотрудничаем. Мы точно знаем, что мы уже проводили предварительный опрос среди ребят 9 классов, которые пойдут в 10 класс, что количество сдающих биологию и химию, сориентированных на получение медицинских специальностей, в разы тоже будет больше. Вот это для нас важно. Растет количество иностранных языков. В прошлом году уже проводились экзамены по испанскому. В этом один выпускник выбрал китайский язык. Пересдать обязательный ЕГЭ можно будет уже осенью. А вот с предметами по выбору в случае плохого результата придется подождать до следующего года. Также от результата ЕГЭ теперь зависит получение медали. По русскому необходимо набрать 70 баллов. Столько же по профильной математике. Либо сдать базу на отлично. Валерия Барносова, Максим Гузнецов. События. Брянск. В Брянске на площади воинской славы открылся очередной семестр для трудовых отрядов региона. Десятки молодых людей проведут ближайшее лето в самых разных отраслях промышленности и сельского хозяйства. Где будут трудиться бойцы брянских трудовых отрядов, расскажу вам я, Дмитрий Кузнецов. Но откинем проблемы долой и улетим туда, где лето никогда не кончалось. В этом году движение трудовых отрядов отметит большой юбилей. 60-летие с момента основания. 15 лет назад уже в современной России прекрасное начинание советских времен решено было возродить. И как оказалось, трудолюбивых и активных молодых людей в нашей стране меньше не стало. А романтика трудовых отрядов все так же актуальна. Мне посчастливилось немножко увидеть это движение и самому в нем поучаствовать. Пусть немного, но тем не менее в 89-м году я участвовал в строятрядовском движении. Поэтому воспоминания самые хорошие, это чувство коллективизма, самое главное. И способность зарабатывать небольшие, но свои деньги и быть полезен вообще обществу. Поэтому очень рад, что движение возрождается, пусть не в тех объемах, которые действительно раньше были. Но тем не менее, самое главное, чтобы это не затухало и продолжалось. Потому что молодежь наша прекрасна, труд крут. И вот наши юноши и девушки, которые участвуют в студенческих отрядах, они это подтверждают. Для бойцов брянских отрядов это уже третье трудовое лето. Сейчас в регионе насчитывается более 250 молодых людей, желающих провести летние каникулы не на диване, а занимаясь любимым делом, принося пользу обществу. В 2017 году было открыто Брянское региональное отделение, которое начало огромную работу по формированию студенческих отрядов. В этом году на территории Брянской области и Российской Федерации будут работать уже 10 студенческих отрядов разнопрофильных. Заместитель губернатора Александр Коробко вручил ребятам путевки на рабочие объекты. В этом году трудовые отряды будут задействованы в самых разных сферах экономической и общественной жизни региона. От сельского хозяйства и строительства до медицины и железнодорожного транспорта. Есть и те, которые отправятся за пределы Брянской области. Меня привел интерес к медицине, к помощи людям. То есть это все очень интересно, волонтерство, медицина, не знаю, в общем, это круто. Это новые знакомства, какая-то новая информация, в общем, познаю что-то новое. Те люди, которые имеют дополнительные корочки на дополнительной профессии и специальности, будут обеспечены такой работой, как каменная кладка, штукатурные, малярные работы. Далее они могут себя зарекомендовать и, следовательно, это может отразиться на повышении квалификации. Цель была это заработать денег, заплатить за обучение свое, а потом как-то это все тянулось, мне стало интересно и сама атмосфера того, что происходит, это тянет. Вручение направлений – своеобразная отправная точка очередного трудового лета, которое для этих веселых ребят в бойцовках, как всегда, обещает быть насыщенным и продуктивным. Дмитрий Кузнецов, Владислав Пескунов. События. Брянск. Не превышай скорость, не переходи на красный, используй светотражатели. В Брянске подвели итоги межрегионального конкурса социальной рекламы на тему безопасности дорожного движения. Подробнее об этом расскажу я, Игорь Умаров. Главная цель конкурса – в очередной раз донести до водителей и пешеходов, какой опасной может быть дорога. На наших дорогах в Брянске, в области и в нашей стране гибнет огромное количество людей. 18 тысяч за год. Это больше, чем за 10 лет погибло в Афганистане. Мы теряем людей просто из небрежности. Из-за цены ошибки, цены невнимательности – человеческая жизнь. Конкурс проводился в течение двух месяцев. За это время Оргкомитет получил 86 сценарных заявок со всей России. Членам жюри понадобилась неделя, чтобы выбрать три лучших. Этот конкурс показал, что можно объединить усилия представителей органов власти, органов внутренних дел, частного бизнеса и общественности, для того, чтобы решить очень важную для нашего общества проблему – проблему безопасности дорожного движения. Мы очень рады, что конкурс нашел отклик, что большое такое количество участников и что люди подошли по-настоящему творчески, с душой и представили очень хорошие и качественные работы. Проезд на красный, пьяная езда, превышение скорости – ситуации известны, последствия страшные. Каждый участник старался сообщить об этом оригинальным способом. Появилась идея сделать это как фильм песочный, на доске, рисование песком. А что когда водитель едет, он не видит тех, кто стоит, например, на обочинах или идет, и в какой-то момент, когда люди начинают носить цветовозвращатели, это проявляется. В итоге призовые места распределились следующим образом. Третье у Орла, второе у Мордовии. С отрывом всего в один балл победу одержал Брянск. Основная идея заключалась в том, чтобы обратить внимание людей на опасность превышения скорости, о том, что это может быть чревато очень серьезными последствиями. И сценарий появился, в общем-то, на основе той ужасной статистики по ДТП, и вы сегодня ее озвучивали, которая существует в России. Ролики победителей планируют запускать в торговых центрах, общественном транспорте, а также на телевидении. Игорь Умаров, Игорь Венчук, События Брянск. Для тысяч школьников по всей стране прозвучали последние звонки. Праздник, посвященный окончанию учебного года, прошел в Стародубском районе, в школе-интернате села Илеонка. Удалось организовать мероприятие благодаря поддержке крестьянско-фермерского хозяйства «Богомаз». Рома в школе-интернате уже год. Занятия закончились, скоро ехать к родителям. Но эмоции от этого праздника останутся надолго. Воспитатели добрые, праздники всегда здесь. Сегодня на празднике тебе нравится? Да, сегодня праздник хороший. Для крестьянско-фермерского хозяйства «Богомаз» это добрая традиция. Каждый год к Дню защиты детей и окончанию учебного года ребят собирают в Миленске. Но всех детей из интерната привезти не удается. Руководство крестьянско-фермерского хозяйства «Богомаз» пошло навстречу и устроило праздник специально для этих детей с ограниченными возможностями. Прямо на территории их школы, где они чувствуют себя свободно, спокойно, могут раскрыться. И вот вы видите, они бегают довольные, счастливые. И им все нравится. В школе-интернате села Елеонка порядка 70 детей. На праздник к ним пришли герои любимых мультфильмов. Щенячий патруль помогает школьникам пройти препятствия, полетать на метле или раскрыть парашют. Также можно было загримироваться и подкрепиться сладкой ватой. Спасибо большое всем за организацию. Мы очень рады, а в основном рады дети. Они ждут праздников и любят, когда к ним приезжают гости. А у школьников района впереди масштабный праздник. В День защиты детей крестьянско-фермерское хозяйство «Богомаз» будет поздравлять ребят и дарить подарки уже в Миленске. Андрей Мамошин, Игорь Винничук. События Стародубский район. Участие важнее, чем победа. В Брянске прошел благотворительный марафон «Спорт во благо». Более 400 поклонников здорового образа жизни вышли на старт. Таким образом, жители областного центра решили поддержать детей с синдромом Дауна. До первого старта еще больше часа, а регистрационная комиссия едва справляется с потоком желающих. В этом году мероприятие бьет все рекорды. Только на официальном сайте марафона зарегистрировалось более 150 человек. Для того, чтобы стать участником благотворительной акции нужно немного. Желание и символический стартовый взнос. Все собранные средства идут на реализацию развивающих программ для воспитанников специального центра развития детей «Гармония». Вот сколько мы три года проводим данный проект. И все собранные средства идут в центр, и дети занимаются бесплатно. Здесь нет возрастных ограничений и разделений по уровню спортивной подготовки. Вообще, спортивным мероприятие можно назвать только условно. По большому счету, это семейный праздник. Кого-то сюда приводит спортивный азарт, кого-то – возможность вырваться на природу. Но главное – это желание помочь особенным детям. Радует то, что уже не менее 400 участников забега. Я уверен, что еще и больше будет. А сколько зрителей. И самое главное, что дети, особенные дети, участвуют в этом мероприятии. Все рады, все довольны. И я считаю, что самая главная наша задача, как общество, всегда находить взаимопонимание и всегда помогать друг другу. Организаторы подготовили для участников сразу несколько дистанций. От 50 метров для самых юных до серьезных 5 километров для опытных участников. Три, два, один! Спорт, здоровье, красота, хорошая погода. Деток надо приучать, прививать. Поэтому собрались, приехали побегать, поддержать. Хорошее дело. У нас ребенок занимается в гармонии. Поэтому мы здесь. И во второе, надо помогать. Надо помогать людям. Хотя бы таким вот участием. Немаловажно, что наравне со всеми дистанции проходят и особенные дети. Как утверждают психологи, это серьезно повышает детскую самооценку. Помогает чувствовать себя частью общества. Быть такими, как все. Для каждого из них просто выход на старт. Это уже маленькая победа. Дмитрий Кузнецов, Владислав Пискунов. События. Брянск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин